Ребята, всем привет! Мы с вами продолжаем разбирать учебник Sportlight за 10 класс и переходим с вами к модулю 7 рубрики Culture Corner, культурный уголок. И на этот раз нам предлагают прочитать текст о Мадам Туссо. Давайте посмотрим на первое задание. Look at the title of the text and the pictures. Посмотрите на названия текста и на картинки. How are they related? Как они соотносятся друг с другом? Read through and check. Прочитайте и проверьте. И, ребята, во время чтения текста мы с вами сразу будем выполнять второе задание. Use the words in brackets, 1, 10, in the correct form to complete the gaps. Используйте слова в скобках 1, 10, чтобы заполнить текст. Извините, в правильной форме, чтобы заполнить пропуски. Compare with your partner. Сравните со своим партнером. И далее, ребята, мы должны будем послушать и проверить ответы. Итак, давайте попробуем. Где в мире вы можете столкнуться с принцессой Дианой, встретить Дэвида и Викторию Бекхэм или посмотреть пристально в глаза Чарли Чаплину. Only at Madame Tussauds, the London landmark that's been pulling in the crowd since 1835. Итак, только в Мадам Туссо, в лондонской достопримечательности, которая притягивает толпу с 1835 года. Итак, that's been pulling. Ребята, это время у нас present perfect continuous. Началось что-то в прошлом и продолжается по настоящий момент. То есть, мы вставляем недостающую часть – pulling. Далее. Getting up clothes and personal with life-size wax model of the famous is a feature of many family holidays to the capital and having a model of yourself in the museum has become a symbol of success for those who seek celebrity. Итак, приблизиться к восковым фигурам в натуральную величину известных, известностей, так сказать, известных людей – это отличительная черта, просто черта многих семей на каникулах в столице. Итак, ребята, fame – это слава, мы с вами famous – это кто-то известный. «Famous» тут употребляется без существительного, просто прилагательного. А также, если в музее есть ваша модель, это стало признаком успеха для тех, кто ищет славы. Итак, ребята, has become – это стало признаком чего-то. В данном случае это у нас время present perfect, да? То есть мы говорим о том, что произошло в прошлом, что имеет смысл и имеет какое-то значение сейчас в момент разговора. Present perfect has become. The story began in 1777, when madame Tussauds learned the art of wax modeling from dr. Filipe Kershess while working as his housekeeper. Итак, история началась в 1777 году, когда мадам Tussauds выучила искусство воскового моделирования, а доктора Филиппа Курция во время работы у него домохозяйкой. Итак, ребята, мы вставляем слово working, потому что это у нас отглагольное существительное, то есть существительное, которое произошло от глагола во время своей работы working. Итак, живя в Париже, проживая в Париже, ранние модели Tussauds, включавшие Вольтера, Руссо и Бенджамина Франклина, у них был большой успех. Но когда ее выставка переехала в Англию в 1802 году, она была не способна вернуться из-за франко-английской войны, не способна. Able, unable, да? В итоге выставка обосновалась в Лондоне и была главной туристической достопримечательностью с тех пор. Итак, attract мы вставляем слово attraction, Образуем существительное достопримечательность от глагола. Далее. In 1958, Madame Tussauds added to its attractions with a planetarium, which continues to take audiences on a voyage among the stars. В 1958 году Madame Tussauds добавила к своим достопримечательностям планетарий, который продолжал отводить аудиторию в voyage по звездам, среди звезд. Итак, ребята, мы в седьмое вставили слово added в прошедшем времени. Это past simple время. Туда же указан год. То есть, когда мы указан даже год, когда что-то произошло, это прямое указание на past simple. Простое прошедшее время. Далее. Today, Madame Tussauds offers a state-of-the-art experience with interactive exhibitions designed to give visitors the feeling that they can be anything from rock stars to world-famous footballers. Итак, сегодня Madame Tussauds предлагает самый современный опыт интерактивных выставок, которые сконструированы так, чтобы дать посетителям чувство, что они могут быть кем угодно, от рок-звезд до известных футболистов. Итак, ребята, мы вставили с вами слова interactive, интерактивный, да? От глагола мы составили прилагательное, interactive, и в десятом мы ставили слово visitors, посетители во множественном числе. Далее. Those who want to test their courage can explode the chamber of Horace, while the more adventurous can take a cruise with the pirates of the Caribbean. Итак, те, кто хотят испытать свое мужество, courage, могут исследовать комнату страха, в то время как более смелые любители приключений могут отправиться в круиз с пиратами Карибского моря. Итак, ребята, adventure мы образуем прилагательное. Madame Tussauds has a fantasy for everyone. Madame Tussauds имеет фантазию для каждого. Окей, ребята, и давайте перейдем к следующему заданию, третьему. Read the words in bold, choose three, and mime their meanings. Прочитайте слова, выделенные жирным шрифтом, выберите три и изобразите мимикой их значения. Итак, ребята, давайте посмотрим на слова. Bump into – столкнуться. Gaze into – пристально смотреть на кого-то. Life-sized – в живой размер. Sick – искать, в данном случае славы, известности. Included – включая. Include – включать. Далее. Settle – обосноваться, основаться. Далее. Voyage – это вояж, путешествие по морю. State of the art experience. Это самые, то есть, самые последние разработки, очень современные. Courage – мужество, explore – исследовать. Итак, ребята, а теперь перейдем к четвертому заданию. Answer the questions. Ответьте на вопросы. Where is Madame Tussauds? Где мадам Туссо? Ну, на самом деле, если честно, вы сейчас встретите его можете по всему миру. Но в данном случае, да, говорится о лондонской достопримечательности. Итак, Madame Tussauds is situated in London. Расположен в Лондоне. What can you see there? Может быть, не по всему миру, но в Нью-Йорке точно есть мадам Туссо. Что вы можете там увидеть? You can see there life-sized wax models of famous people. Размер, значит, восковые модели в живой размер известных людей. Далее. When, how it started. Где, когда это все началось. It started in 1777. Да, в 1777 году. When Madame Tussauds learned the art of wax modeling. Когда мадам Туссо выучила искусство воскового моделирования. И можете добавить, что ее ранние модели были в Париже. She had her first exhibition in Paris. Да, у нее была первая выставка в Париже. Окей, далее, ребята. Use your answers to give the class a short summary of the text. Используйте ваши ответы, чтобы кратко рассказать классу, текст пересказать. И переходим к пятому заданию. Ребята, а вы, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Летом смотрите разбор видео учебника Spotlight за 11 класс. И обязательно смотрите новые курсы с очень короткими правилами по грамматике. Это английский элементарный и английский язык уровня pre-intermediate, который вы можете найти в плейлистах. Итак, complete the sentences with famous or popular. Заполните предложение словами famous – известный или popular – популярный. Итак, chocolate is very popular with children. Шоколад очень популярен среди детей. То есть популярен его очень любят. Popular with. Далее, David Beckham is a famous English footballer. David Beckham – это известный английский футболист. У него от слова fame – слава. Famous – известность. Известный. Вставляем fame – famous. Далее, Leonardo da Vinci, the famous artist, was left-handed. Leonardo da Vinci, известный художник, был левшой. Famous – famous. Итак, Ego is very popular with his classmates. Игорь очень популярен среди одноклассников. Итак, ребята, вы видите, что слово popular обычно употребляется с предлогом with. Обязательно это запомните, вам пригодится. И последнее, шестое задание – портфолио. In groups, make a similar article for an attraction in your country. В группах сделайте похожую статью про достопримечательности в вашей стране. Write its name, location. Напишите название, место. What someone can see, do there. Что кто-то может там делать, видеть или делать там. How it started. Как оно началось. End your article with a recommendation. Закончить вашу статью рекомендацией. Окей, ребята, на этом все. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал. Всем счастливо, удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok